В День Преображения Господня престольный праздник отметил Преображенский Собор Невьянска. Божественную литургию сегодня здесь возглавили три архиерея. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий, архиерейская хиротония которого три года назад пришлась именно на этот праздник, и епископ Каменский Алапаевский Сергий, для которого этот день также знаменателен. 29 лет назад в этот день его руку положили в иеромонаха. Невьянский Преображенский Собор величественный и уютный одновременно. В нем целых пять пределов, три в основной части храма и два в притворе. Во всем чувствуется жизнь и забота прихожан. Внутри и снаружи прекрасные цветы, есть детская площадка, действует выставка ребячьих рисунков и экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Чтится священномученик Вячеслав Луканин, который служил в этом храме. Написаны его иконы, и прямо в храме размещено его житие. Особым талантом отца Вячеслава было регенство, и теперь, видимо, его молитвами в храме действует замечательный хор, который своим красивым и проникновенным пением помогает настроиться на службу. Преображенский Собор также отличается гостеприимством, и сегодня здесь собрались не только прихожане Невьянска, но и немало гостей из окрестностей. Очень легко на душе, очень радостно, действительно. Приятно очень быть в таком месте, в такой праздник. Мне здесь нравится атмосфера, и нравится то, что здесь, вдали от города, от шума и суеты, можно побыть именно в той атмосфере, которой так не хватает, когда ты именно находишься в том же Екатеринбурге, допустим. То есть здесь по воскресеньям, здесь довольно много народу бывает, это радует. А в обычные дни, в принципе, атмосфера такая очень спокойная. То есть здесь мне очень нравится, как хор поет. Мы приехали из села Бенги, в воскресную школу села Бенги. Мы привезли детей на эту владычную службу, чтобы они посмотрели что-то такое, чтобы они порадовались вместе за этот великий праздник. А в чем смысл этого праздника? В чем? Для каждого из нас, для вас. Преображение нашего Господа Иисуса Христа. В чем? Что он преобразился. Мы должны все преобразиться, мы должны все исправиться, идти по пути Господа. Ребята, расскажите, как вам здесь в храме? Мне здесь нравится. Я узнаю много интересного. Что тебе понравилось? Здесь всегда все рассказывают об хорошем, добром. После службы состоялся крестный ход в честь престольного праздника и освящения яблок и винограда. А затем архипастыри обратились к собравшимся со словами назидания и поздравления. Сегодняшний день для нас он наполнен особым духовным глубоким смыслом, глубоким переживанием того, что каждому из нас нужно приобщаться к Божественному Свету. Не каждому Господь при жизни дает показать такую великую славу своего Божества, но каждому Господь дает возможность прикоснуться к Нему, как мы сегодня причащали святых христовых тайн. И от этого причащения, от этого соединения с Господом никогда не нужно отказываться в нашей жизни, а всегда помнить о том, что Бог рядом, Он дает нам возможность. И Его протянутая рука, отеческая, любящая всех нас, она всегда здесь. Митрополит Кирилл тепло поздравил епископа Иннокентия с трехлетием его архиерейской хиротонии и подарил панагию. Также в этот праздничный день были отмечены заслуги хора Преображенского храма. Регент певческого коллектива Галина Алексютина удостоилась епархиальной награды.